Друзья, в магазине Светофор появилась новинка, опрыскиватель с предохранительным клапаном, с очень интересным названием, называется Наша Маша. Сделано в России. Город Ростов-на-Дону делает общий объем 6 литров, а рабочий объем 5 литров. Высота 41 сантиметр. Цвет только такой, в наличии стоимость 590 рублей. В наличии есть вот такие квадратные тазики, подходят для пищевых продуктов, объем 10 литров. Тазик со сливом, производство Россия, цена 79 рублей. Есть еще вот такой вариант, тоже ведро пищевое, объем 10 литров, цена 96 рублей. В продаже появились туристические складные столики, они на металлокаркасе, со столешницей из ЛДСП. Стоимость 801 рубль, производитель Россия, цвет только такой в наличии. А еще есть туристические складные стульчики, с максимальной нагрузкой 100 килограмм. Производитель китайца, на 379 рублей. Еще есть вот такой пластиковый вариант, табурет складной, с максимальной нагрузкой 90 килограмм. Складывается очень легко, сейчас я, если смогу, сложу, покажу. Вот таким образом складываются у него боковинки, и он делается совсем тоненьким. Имеется ручка для переноски, размер 28 на 33 на 36, цена 252 рубля. Следующая новинка, привезли лопаты штыковые, с порошковым покрытием. Продаются они вместе с черенком, производство Россия, цена 300 рублей. А еще есть грабли, грабли тут зеленого цвета, 12 зубы, производители Россия. Есть вот открытый вариант, сейчас покажу вам. Так вот они выглядят, очень высокие грабли, тоже продаются с черенком. А это бочка, бак на 207 литров, производство Россия, цена 1 978 рублей. Еще одна новинка, это бочка с винтовой крышкой, с дополнительным клапаном и с усиленными ручками. Подходит для пищевых продуктов, объем 54 литра, стоимость 747 рублей, изготовитель Россия. Корзина для хранения, называется лен, она с крышкой и с ручками. Объем 22 литра, изготовленный из полипропилена, цвет здесь в ассортименте, стоимость 298,50. Из мебели есть стеллажи на 4 полочки, изготовленные из ЛДСП, высота 173 см, ширина 60 см, изготовитель Россия, стоимость 1699 рублей. И есть еще вот такой стеллаж, здесь уже 8 секций, материал также ЛДСП, цвет венге, темный, стоимость 2184 рубля, размер 70 на 138,5 на 25. Привезли шторы рулонные, здесь на выбор есть два варианта по размеру, 50 на 160 см и 60 на 160 см, расцветка в ассортименте, стоимость 456 рублей, производитель Россия. А это органайзер для хранения на 4,5 литра, внутри находится еще вставка на 4 отделения и закрывается все крышкой на защелке, в составе полипропилен, цена 140 рублей. И здесь на выбор есть два варианта по дизайну, есть еще вот такая аптечка. Поднос с кладышем с сушилкой, размер 45 на 36 см, цена 178 рублей, изготовитель Россия. Есть еще вот такой вариант, тоже поднос среднего размера, с ручками, изготовлен из полипропилена, размер, к сожалению, не указан, изготовитель Россия. Стоят такие подносы 57 рублей, в наличии есть два цвета. Еще одна новинка, это скатерти, здесь они в ассортименте по цвету, скатерть называется Любава, размер 110 на 140 см, она термостойкая, на нетканой основе, для многократного использования, цена 120 рублей. Бокс для хранения пластиковый, с крышкой, с творками, покажу, как они открываются. Сам бокс прозрачный, а крышка цветная, объем 19 литров, производитель Россия, стоимость 185,90. В магазин Светофор привезли фасадную краску белого цвета, она матовая, подходит для колировки, не имеет запаха, масса 6 кг, изготовитель город Ульяновск, цена 374. А еще есть в продаже универсальные тряпки для пола желтого цвета, размером 50 на 60. В упаковочке две штуки, изготовлены они из микрофибра, цена 100 рублей за набор. Еще одна новинка, тент хозяйственный, универсальный от торговой марки Кемпинг. Изготовлен он из прочного полиэтилена, имеются алюминиевые люверсы по краю полотна и армированные края. Размер 3 на 4 метра, плотность 60 грамм на квадратный метр, изготовитель Россия, цена 312 рублей. Также в наличии есть коврики предверные, влагостойкие, пористые, с надписью Велком. В наличии есть черного цвета, серые вот такие и еще есть зеленые. Размер 40 на 60, цена 150 рублей. Привезли яблоки, очень крупные, свежие, цена 65 рублей за килограмм. Мясо свинины на кости, отруб, полуотруб, цена за килограмм 160. А еще есть ноги свиные, цена за килограмм 33 рубля. Скумбрия холодного копчения с головой, производство России, стоимость 299,50. Также есть селедка соленая, продается весом, цена за килограмм 128 рублей. Томаты свежие, тепличные, 140 рублей за килограмм. И есть огурцы свежие, тепличные, 128,50 за килограмм. Также есть апельсины, египет, цена за килограмм 65 рублей. Покажу вам крупным планом, какой имеется в наличии сыр и по какой цене, потому что очень долго рассказывать про него не буду. Все и так прекрасно видно, знаете какой сыр и кто производитель. Следующая новинка это бычки, обжаренные в томатном соусе. Консервы рыбные, стерилизованные. Бычки и салака, обжаренные в томатном соусе. Изготовитель России, Владимирской области, домашние консервы. Масса 240 грамм, цена 60 рублей. Следующая новиночка это мясо индейок в собственном соку. 325 грамм масса, изготовитель России, Ленинградская область. В составе мясо индейки, морковь, соль и перец черный. Продается в металлической баночке, стоимость 52 рубля. Еще одна новинка, икра трески с кусочками копченой горбуши. Вот это я вижу вообще первый раз. Рыбные консервы. Состав покажу вам, изготовитель России, Новосибирск. Масса 220 грамм, банка с ключом, цена 77,50. Еще одна новинка, тушенка свиная, называется особенная. 525 грамм, металлическая банка, изготовитель России, Ленинградская область. Цена 76,50. А это консервы из мяса птицы, называется Чихахбили, семейный бюджет. 340 грамм масса, изготовитель Орловская область, город Мценск. Цена 80 рублей. Привезли соусы от Балтимор. Есть соус с лесными грибами, с луком и петрушкой. Идеально подходит к курице и пельменям. Масса 400 грамм, дой пакет. И есть еще один вариант. Сливочно-чесночный соус. Пикантный вкус, идеально к мясу и птице. Масса точно такая же. Производитель тот же. Цена 56. Привезли готовые блюда. Курица с овощами торговой марки Армия Россия. Масса 250 грамм. Сейчас скажу, кто производитель. Производитель Брянская область, город Стародуб. Консервный завод. Цены, к сожалению, пока нет. Также есть кофе, растворимый, сублимированный. Черная карта, Бразилия. Продается в стеклянной банке. Масса 190 грамм. Цена 299.